И жить мне молодо и звонко, И вечно мне шуметь и цвесть, Покуда есть на свете Волга, Покуда ты Россия есть. Именно так писал Евгений Евтушенко о нашей величественной и прекрасной, как ее в народе называют, матушке реке Волга. 20 мая в России отмечалось знаменательное событие – День Волги. Он позиционируется как первый экологический праздник, посвященный спасению Великой реки. Вы заметили этот праздник? Я лично нет. Но мы все смогли увидеть, как наполняются озера водохранилища, из которых сегодня состоит когда-то река. По-другому ее уже не назовешь. Оптимисты скажут – ура, стакан наполовину полн. Пессимисты ответят – а вы посмотрите, что в этом стакане. И не вздумайте пить, и будут правы. Вот официальные данные, которые опубликованы на сайте Федеральной службы гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Посмотрим на апрельскую сводку. Еще до обмеления реки. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды на Куйбышевском водохранилище в районе Выше Зеленодольска вносили азот нитритный и соединение цинка. В районе Чистополя в воде были обнаружены такие загрязняющие вещества, как сульфатные анионы, соединение меди, летучие фенолы. На качество поверхных вод в Казани влияют азот, аммоний, азот нитритный, соединение железа, цинка, алюминия. Ну, знаете, в нашей Волге чуть ли не вся таблица Менделеева. Не нужно быть химиком или биологом, чтобы понимать все масштабы трагедии.